Евромайдан в Молдове может развернуться до парламентских выборов и после парламентских выборов. Если правящие партии сейчас сумеют раскачать ситуацию в Гагаузе и обвинить гагаузов как сепаратистов, а еще в Гагаузе я очень часто слышу глупые заявления политические, как то Гагаузе готова выйти из Молдовы, установим блокпосты на дорогах между Молдовой и Гагаузей, то есть это фактически радикалы, но этих радикалов кто-то подбивает на такие заявления. Я очень боюсь, чтобы сам Альянский подбивал этих людей на такие заявления для того, чтобы создать образ врага сепаратистов. Если будет очень сильно раскручиваться, вот господин Додон заявляет, что в каждом районе он установит палатки, в каждом районе он будет заниматься агитацией, сбором подписей. Вот это, понимаете, настроение в обществе по отношению к таможенному союзу очень четко отражено в вопросах общественного мнения. Сегодня больше половины граждан выступает за таможенный союз. Этим гражданам нужен референдум, а не новые опросы. Поэтому в электоральных целях господин Додон будет раскручивать себя как адепта таможенного союза, но на самом деле это создает ажиотаж вокруг этой темы и создает предпосылки для того, чтобы правящий Альянс организовал массовое давление против людей, выступающих за таможенный союз, консолидировал обратно под свой контроль всех тех, кто разочаровался, и фактически на этом опять получил достаточно большой процент прохождения в парламентах. Я считаю, что все силы, которые в Молдове выступают за таможенный союз, должны объединиться в единый блок, выступить единым блоком, чтобы людям четко было понятно, за кого они могут голосовать, как сторонников таможенного союза, за кого они могут голосовать, как сторонников евроинтеграции, или за кого они могут голосовать, как сторонников независимости, суверенитета Молдовы, которые предлагают не вступление ни в Евросоюз, ни в таможенный союз, а предлагают идею превращения Молдовы в свободноэкономическую зону между двумя экономическими регионами, Евросоюз и таможенный союз. Есть и такие, сторонники таких идей. И все эти идеи, Евросоюз, Молдовый мост между Европой и СНГ, или Молдовы в составе таможенного союза, они должны быть приняты народом на референдуме. Мы, как политики, должны защищать свои доктрины, свои идеи, а народ должен в конечном итоге указать нам, политикам, как нужно развивать внешнюю политику. И тогда Евромайдана не будет. А если мы не предложим народу этот вопрос на референдум, то тогда будет Евромайдан. Или это сторонники таможенного союза пойдут против сторонников Евросоюза, или наоборот, сторонники Евросоюза пойдут против сторонников таможенного союза. Я считаю, что молдаване и другие национальности, которые объединены в молдавский народ, люди все-таки мудрые. Почему? Потому что после распада Советского Союза национальная политика Молдовы была одна из самых демократических. То есть у нас не ввели, условно говоря, понятие «не гражданин», как это было в Прибалтике. У нас многие годы по сегодняшний день функционирует русский язык как язык межнационального общения. У нас сегодня есть садики и русские, и молдавские. У нас сегодня есть университеты и школы, и русские, и молдавские. Да, сегодняшние власти давят на этот процесс и пытаются руманизировать этот процесс и сокращать количество людей, которые говорят на родном языке, болгарский, русский или гагрузский. Но тем не менее, перед лицом реальной угрозы, я думаю, что все граждане республики найдут общий язык и не позволят политическим силам разделить всех на части, и тем более столкнуть и превратить это в Евромайдан. Люди хотят мира, люди не хотят войны. Люди хотят, чтобы к власти пришли те, кто, соображая, может и будет служить интересам народа в развитии экономики в первую очередь. Потому что самые болезненные проблемы – это проблема хорошего дохода, рабочих мест и высоких цен. Вот это самые важные вопросы, которые мы должны решать.